В Северодонецке спасатели оказывают психологическую помощь переселенцам. 41 пункт приема временно перемещенных лиц работает на территории Луганской области. Один из них находится в Северодонецке по адресу улица Промышленная, 38-Б. Этот пункт самый посещаемый. Каждый день в Северодонецк приезжают жители оккупированных боевиками районов Луганской области для решения социальных вопросов. Не все возвращаются обратно в тот же день для тех, кто вынужден остаться на несколько дней и предназначен данный пункт приема. Здесь люди могут переночевать, приготовить себе пищу, принять душ. С посетителями постоянно работают психологи МЧС. У каждого прибывшего свои проблемы. В основном они связаны с пенсионным обеспечением. Михаил не может получить прописку. Все его родственники живут в России. За два года пребывания на подконтрольной Украине территории сменил не одно место жительства. Последнее время жил на вокзале в Калуше Ивано-Франковской области. Объехав всю Украину за два года, я получил ряд отписок, в которых принят закон кумовской регистрации только у родственников. Жить на неподконтрольной территории он не может из-за гражданского долга. Да если бы мог, все равно бы не дали. Как от Дебальцева отступили, отступили от Дебальцева, я выехал из Краснолуча. Я не мог там оставаться больше. Почему? Потому что я, так как население знает еще с 89-го года, был организатором забастовок угольных, шахтерских. А с 1990 года я был организатором за незалежность Украины. Там я в данный период времени неуместен для ЛНР. Нина из Луганска приехала в Северодонецк оформить пенсионную карточку. Ей перестали начислять пенсию. Все необходимые документы для оформления она сдала в пенсионный фонд. Но решить все дела все равно не удалось. Пришлось переночевать в пункте приема временно перемещенных лиц. На каком основании у меня снимают пенсию? На каком основании сняли? Гройск, он издал такой приказ, чтобы тут проживать. Как я могу, где я должна проживать? Бросить свою квартиру и проживать где? Что мне квартиру тут предоставили? Пенсия? Не хватает платики, тут 2 500 рублей стоит квартира. Все, как можно жить? С Ниной побеседовала психолог МЧС Елена. Специалисты говорят, что их работа направлена на нормализацию эмоционального состояния людей. У некоторых наблюдается посттравматический синдром, который требует более длительной работы с психологом. Общались, снимали какое-то эмоциональное напряжение. Иногда людям надо просто выговориться. Пункт приема работает круглосуточно. В последнее время поток людей уменьшился. Ночует порядка 30 человек. Здесь они смогут получить чистое белье, горячую воду, питание в случае необходимости. И также первую медицинскую помощь. Хотелось бы обратить внимание особое, что в данном пункте работают как наши психологи, Государственная служба по черчайным ситуациям, так и психологи Красного Креста. Данный пункт приема рассчитан на 50 человек. При необходимости количество мест может быть увеличено. Валентин Сычев, Роман Царевский. ПАДИИ.